Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Значит, и парковочные места не нужны излишества. Шутка, конечно, но с горькой долей правды. Вряд ли, когда эти дворы строились 30 или 40 лет назад, предполагалось, что машин у горожан будет настолько много, что ставить их будет абсолютно негде. Карманы, обочины, тротуары, газоны, даже детские площадки. Автомобилями заставлено все. Домой машину не занесешь, это ясно. Автовладельцам приходится исходить из того, что имеется. Часто в нарушении предписаний закона. Казалось бы, в городе есть специально организованные стоянки. Но этот платный вариант устраивает далеко не всех. Вот домами все делают, как в нормальных странах. А у нас только земли, а стоянки не могут сделать. Нередко возникает ситуация. Место во дворе занимают автомобили, не принадлежащие собственникам жилья. Те в итоге оказываются вынуждены кружить по кварталу в поисках места уже для своей машины. И так по спирали. Закрыть въезд во двор шлагбаумом, как это сделали жители соседнего дома, жильцы Самарской 8 не смогли. И засоседствовать с Центром детского творчества. Однако в управляющей компании предложили путь возможного решения проблемы. Организовать парковку своими силами. Так и поступили. За свой счет привезли щебенку, отсыпали территорию и поставили столбики, чтобы избежать парковки машин посторонних. Радоваться пришлось недолго. Недовольный нашелся среди тех 3% отказавшихся, согласно протоколу собрания собственников, который объявил холодную войну соседям. Жалобы в прокуратуру и другие инстанции особого успеха, кроме нервотрепки, не возымели. Жильцы недумевали, чего именно хотел добиться сосед, который якобы имеет в распоряжении гараж и претензий на участок возле подъезда ранее не высказывал. Дальше события развивались самым неожиданным образом. В конце декабря таинственная машина, тентованная «Газель» подъехала к самоорганизованной парковке. Неизвестные ликвидировали металлические столбы, выкорчевали из замерзшей земли. На основании каких это документов было сделано, я вообще, как говорится, все в шоке. В администрации все люди удивлены, потому что документы у нас все в порядке. И прежде чем это что-то делать, это же нужно с людьми разговаривать. Это же, как мне объяснили, это собственность, какая бы ни была, это собственность людей. И на эту собственность посягать никто вероломно не может. Те немногие свидетели, на чьих глазах происходило самоуправство, не записали ни номера машины, ни имен приехавших на ней рабочих. Со слов жильцов, неизвестные сослались на администрацию, куда якобы поступила жалоба от одного из соседей. Нужно как-то узаконить вот это место, где у нас сейчас машины стоят. Наш дом был построен здесь, наш дом самый первый в этом районе. А получилось, парковочные места у нас самые минимальные. Здесь четыре машины и все. Больше нет. Вот мы же не просто так вот с бухты, барахты забрались на эту земляную территорию. Принцип Курятника сделал свое дело. Решенная была проблема с чужими машинами возобновилась. Вернуть заграждение на место до весны не получится. Комплексная застройка новых микрорайонов предусматривает парковочные места. Жителям кварталов старых приходится еще и отбиваться от желающих устроить платную стоянку под окнами, как это произошло во дворе дома на Самарской, 11. Силами депутата Ульяновско-городской думы по округу, администрации города Ульяновска, района и отдела Министерства внутренних дел приняты были незамедлительные меры о недопущении по этому адресу парковочной деятельности. На данный момент обустроили там горку для отдыха и для игр детей. В перспективе ожидается сквер, зеленая зона, опять же, для отдыха уже жителей. Хочешь не хочешь, а с соседями считаться придется, говорят в районной администрации. На общем собрании люди принимают решение, как организовать дворовое пространство. Демократическое большинство еще никто не упразднил. Этот двор на проспекте Гая поучаствовал в программе формирования комфортной городской среды. В числе прочего, программа благоустройства двора предусматривала обустройство вот таких парковочных мест для автомобилей жителей дома. К сожалению, участие в программе не панацея. Если в доме квартир мало, то софинансирование благоустройства становится дополнительным барьером. Лучший вариант по-прежнему – оставлять автомобиль на специально отведенных, законных и охраняемых площадках. Вообще, все вопросы, касающиеся сохранности имущества, следует решать по букве закона. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтояров, репортер 73.